В связи с пандемией в России и в Магаданской области государство активно призывает людей прививаться вакциной против коронавируса. Как правило, это спутник ВИИ. Насколько известно, темпы вакцинации невысоки, люди переживают из-за возможных осложнений. Работающим гражданам, помимо принятия решения о вакцинации, необходимо еще и отпроситься у работодателя, что тоже может составлять отдельную проблему. Журналист Вечернего Магадана получил задание проверить на себе процедуру вакцинации. Сказано – сделано. И вот, что из этого вышло. Безусловно, это очень необходимая мера для борьбы с пандемией. И я решил тоже сделать эту прививку, для чего вчера на госуслугах я записался. Портал госуслуг предложил выбрать время. На сегодняшний день было доступно достаточно много слотов времени с утра. Однако у кабинета 112 в поликлинике находилось достаточно большое скопление людей – свыше 15 человек. Очередь утверждала, что никакой записи по времени здесь нет. Все в порядке живой очереди. Поскольку ожидание заняло бы, по скромной оценке, больше часа рабочего времени, журналист поинтересовался вопросом вакцинации по времени, зарезервированным на госуслугах, непосредственно у медперсонала в кабинете 112. Ответ удивил. Мы госуслугам не подчиняемся. Нам ваше время с госуслуг вообще никак не доходит. Пожалуйста, в общую очередь, и не надо нас отвлекать. Хождение по кабинетам поликлиники в целом для нашего журналиста завершилось успешно. Оказывается, на втором этаже есть еще один секретный кабинет 214, в котором также могут принять желающих вакцинироваться и направить на укол. Но из всей этой истории реальной вакцинации в Магаданской поликлинике рождается закономерный вопрос. Но как журналист я тоже хочу теперь обратиться в региональный Минздрав с вопросом, как это так получается, что госуслуги никак не взаимодействуют с нашим медицинским учреждением в вопросе вакцинации. Детские площадки, подпорные стены и благоустройство дворов. Мэр Магадана Юрий Гришан вновь провел депутатский час. Глава муниципалитета обсудил с парламентариями проблемы города. Жители областного центра обращаются к депутатам с просьбами о помощи, а народные избранники совместно с мэром помогают решать проблемы. Ксению Суханкину избиратели попросили помочь с облагораживанием территории по адресу набережная реки Магадан-Кетри. Я очень хотела, чтобы заасфальтировали адрес набережной реки Магадан-Кетри, потому что люди там уже 2-3 год ходят по камням и булыжникам. В этом году это обязательно проведут благоустройство. Это прям радует. По 60-му садику тоже несколько лет подряд козырьки, которые находятся в аварийном состоянии и угрожают жизни наших детей, будут в этом году приведены в порядок. Также на депутатском часе обсудили дороги и дворы. По округу номер 2, который представляет депутат Эдуард Приходько, по улице Берзина заменят систему водоподачи на фок президентский. Кроме того, планируют провести благоустройство дворов по всей улице. А еще депутат и градоначальник обсудили площадку по улице Шандара Шимича. Также проговорили, что по улице Шимича, это за зданием вновь построенного дома Вилком, есть проблема и необходимость благоустройства дворовой территории. Она достаточно объемная. И решили, что необходимо собрать информацию со всех проживающих жителей этих домов, которые относятся к этому двору, чтобы они хотели в этом месте увидеть. Либо спортивную площадку, либо зеленение, либо там еще какие-то, может быть, пожелания. Но эти работы будут не в этом году, а скорее всего спланированы на следующий или на третий год. Пока идут подготовительные работы, отметил депутат. Кроме того, на встрече обсудили проблемы. По набережной реки Магаданки, 13. По адресу, неподалеку с водоотводом. По поручению Юрия Гришина, специалисты проведут съемку территории для составления плана работ. Профессиональная аттестация спасателей и пожарных Колымы прошла с 20 по 21 мая этого года. Ее провели на базе учебно-методического центра по обучению ГОЗНТ и ПБ Магаданской области и специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Магаданской области. Основная задача аттестации – проверить теоретические и практические знания и умения для получения или подтверждения квалификации спасатель. На втором этапе аттестации спасатели покажут работу с гидравлическим инструментом и экстренную эвакуацию пострадавшего с высоты с использованием необходимого оборудования. В специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Магаданской области пожарные и спасатели сдают практическую отработку имеющихся теоретических знаний. Эксперты отмечают, что во время экзамена многие показали оперативность и умение использовать инструменты и оборудование. Там краты предназначены как для подъема конструкции, так же для раздвижения конструкции. К ним дополнительные зипы. В зипы входят цепи до 5 метров, потому что свыше 5 метров уже привлекается спецтехника непосредственно. И подушки для безопасности есть, которые для фиксации каких-либо конструкций, если человек непосредственно зажат внутри. Аттестованным спасателям и пожарным выдадут удостоверение спасателя, книжку спасателя установленных образцов, которые действительны на всей территории России. В следующий раз подобные испытания для специалистов будут проходить через три года во время проведения очередной периодической аттестации. В это время они будут подтверждать или повышать свою классность как спасатель. Начала свою работу новая поливочно-уборочная машина для поддержания чистоты в парках Магадана. Сотрудники получили ее осенью прошлого года. Зимой она эксплуатироваться не может, поэтому машина начала свою работу со вчерашнего дня. Вообще для нас это, конечно, такой подарок, потому что очень много времени она сэкономит именно в плане ручной уборки. То есть наши рабочие освободятся и могут заниматься уже другими делами. Поэтому, учитывая плюс, что объем работы у нас очень большой, у нас два парка, городской парк и парк маяк, то, конечно, вот эта многофациональная уборочная машина нам здорово поможет. Новая коммунальная техника итальянского производства поможет в уборке парков Магадана весной и летом. Кроме того, техника легко сможет убрать листву. Автомобиль будет задействован в чистке тротуаров, а также детских и спортивных площадок. Сотрудники учреждения отметили ряд преимуществ новой поливочно-уборочной машины. Главное ее преимущество – это ее мобильность, многофункциональность и простота в эксплуатации в то же время. Поэтому мы, конечно, рады, что у нас сейчас… И она все-таки работать будет как пылесос. То есть не просто вымывать мусор, песок, мелкие камни, а именно она будет все это убирать и потом мы будем это все в контейнер и утилизировать. Поэтому вот главное ее преимущество. Одной такой машины хватает на уборку городского парка и парка «Маяк», отмечают специалисты. Стоимость техники – около 9 миллионов. Ежедневно с 8 до 17 часов новый автомобиль будет заботиться о чистоте двух магаданских парков. В мэрии областного центра провели заседание консультативного совета по национальным вопросам. Одной из тем стал фестиваль «Территория дружбы». Это ежегодная акция, в которой принимают участие представители различных землячеств. В 2020 году мероприятие провели в онлайн-формате из-за непростой эпид-обстановки. Но даже тогда, отмечают организаторы, магаданцы участвовали в нем с удовольствием. На заседании обсудили основные организационные вопросы. «Вот сейчас просто очень важно определиться с форматом. То есть, делаем ли мы, а также ли мы оставляем еду, или мы еду убираем, заменяем чем-то другим, или мы еду просто раскладываем в индивидуальные контейнера, да, какие-то пакеты, но чтобы не было соприкосновения». Кроме того, поступило предложение разнообразить выставки в этом году. Возможно, поработать над национальными костюмами. Одной из целей, отмечают организаторы – презентовать народное творчество. Принимают заявки на участие до 28 мая. Планируют провести территорию дружбы 12 июня, в День России.